Андрюх, в чем феномен Моргенштерна? Ну, думаю, потому что... Ровно два года назад, в конце марта 2019 года, я рассказал вам про свои новые колонки AirPulse A300. За это время у меня в гостях побывало огромное количество людей, которые послушали эти колонки и смогли оценить. У меня был Игорь Морозов, его прекрасно знаете по каналу Новинки IT. У меня был Николай Ткаченко, который выпустил, если не ошибаюсь, 3 или 4 видео, в которых участвовали мои колонки. Этот человек известен тем, что ездит по разным местам, по выставкам, к производителям колонок хай-эндных. В общем, слушает и тестирует и записывает только хай-энд. У меня были кучи людей, которые покупали у меня что-то на Авито. Например, вот недавно человек покупал у меня мои хай-эндные наушники Oppo PM1, после чего послушал, сел и восторгался AirPulse A300. Я сравнивал AirPulse A300 с различными студийными мониторами от Adam, Focal, кучей других производителей. Короче говоря, у меня была возможность не только самому послушать эти колонки, но и дать возможность послушать кучу разных людей, в том числе и из аудиотематики. Например, звукорежиссер группы Custom, я недавно был их слушал и оценил. Вы сегодня узнаете его мнение. Короче говоря, мы оценили за 2 года эти колонки сполна. И самое что интересно, эти оценили колонки не только мои гости. На форумах, когда эти колонки только появились, было куча мнений. Типа, что это такое? Что за Edifier? Что за колонки от Edifier за 70 тысяч? Вы что смеетесь? Это же компьютерная акустика. И вот с того времени мнения на форумах очень сильно изменились. Потому что у людей появилась возможность самим послушать эти колонки и уже там же на форумах отписаться о результатах прослушивания. И в основном это были восторженные отзывы. Ну а сегодня, после такого долгого вступления, как видите на одном дыхании, я вам расскажу про апгрейд AirPulse A300 Pro. С гордостью представляю вам свои новые колонки. Продолжение следует... Наверное, его спонсируют сатанисты. Да нет, что скажешь? Вообще, Моргенштерн это такая, это... Утренняя звезда это оружие такое. Вот там я понимаю, в чем феномен, а как певца не знаю. Не знаю. Про утреннюю звезду расскажу. Просто это одно из имен дьявола. Вот, и я все-таки думаю, что его спонсируют сатанисты. Теперь о различиях. Ну, самое главное, различия в стоимости в два раза. Можно сказать, 1000 долларов против 2000 долларов. А в чем же разница практически? Ну, например, тем, что мощность возросла достаточно серьезно. Но эта мощность не сыграла в сторону громкости в первую очередь. Ну, типа колонки там 180 ватт и 250. 250, соответственно, громче. Дело совсем не в этом. Мы об этом поговорим чуточку попозже. Внешне колонки практически не изменились. Цвет чуть-чуть поменялся. Немножко в длину колоночки побольше стали. На передней части у нас появилось окошко со светодиодным индикатором, который показывает режимы, ну и всякое такое. А вот больше всего изменений у нас сзади. Потому что, во-первых, колонки стали, можно сказать, беспроводными, если так можно выразиться. То есть, каждая колонка, конечно же, подключается к сети. Одна из колонок подключается, соответственно, по USB или любым другим способом. По оптике, с помощью балансного соединения. Или же с помощью обычных RCA кабелей. Подключается к вашему источнику, компьютеру. Там, если USB, то, соответственно, не нужна никакая звуковая карта. Думаю, вы это понимаете. Но обе колонки друг с другом теперь никак не связаны. Они работают по технологии ClearNet. Это уж довольно известная технология. По ней куча колонок сделана вот таких вот, которые не соединяются друг с другом. Технология работает на частотах 5.2-5.8 ГГц. То есть, типа Wi-Fi. Но не совсем на этих же частотах. Поэтому не будет вам забивать Wi-Fi. И позволяет передавать звук между колонками без каких-то потерь, сжатия и всего подобного. Там довольно широкий канал для этого сделан. Так вот, чем же это удобно? Теперь, во-первых, у вас не будет никаких висюлек. Особенно, если у вас колонки стоят на стойках. И вы понимаете, да? Иногда просто некрасиво, когда какой-то там кабель висит. Во-вторых, вы теперь эти можете колонки разнести как угодно в любом помещении. Хоть в спортзале поставить. Потому что добивает давно. Далеко точнее, извините. И позволяет, ну, никак не соединять колонки друг с другом. То есть, по питанию, конечно, нужно подсоединить каждую колонку. Но их теперь не нужно соединить друг с другом с помощью проводов. Это круто и удобно. Соответственно, теперь в каждой колонке есть ЦАП и усилитель. А не только в одной. Благодаря этому, кстати, и мощность в том числе получилась поднять. Получилась возможность сделать более мощные усилители и ЦАПы более продвинутые в каждой отдельной взятой колонке. Потому что, ну, просто пространство появилось. Вы не забывайте, что каждая колонка, сделанная из МТФ, шириной 2,5 сантиметра. Это прям, ну, много. И, помимо этого, внутри еще сделана обивка с помощью отражающего, поглощающего материала еще 3,5 сантиметра. То есть, там места не так уж и много раньше было. И чтобы все это объединить в одной колонке и пустить на две, теперь в каждой отдельной колонке свое усиление, свой ЦАП. И, соответственно, передаются все эти данные теперь по беспроводу. И что интересно, вот это самое увеличение мощности, как я уже сказал в начале ролика, пошло не для того, чтобы увеличить громкость в первую очередь. Они, конечно, громче могут звучать, чем старые. Мощность в данном случае нужна для того, чтобы обеспечить лучшее питание на, в том числе и басовый вот этот вот динамик. Он здесь 6,5 дюймов, извините, и длинноходный. И вот чтобы толкать вот этот вот большой объем воздуха, который может толкнуть, собственно, эта динамика, обеспечив более плотный и, самое главное, более быстрый бас, это я услышал своими собственными ушами. И ЦАПчик, кстати говоря, тоже обновился. Во-первых, теперь используются самые топовые, самые последние XMOS 200. Это USB-часть, по которым передается с вашего источника все. То есть XMOS 200 – это вот прям самый-самый топ, который используется в самых-самых топовых ЦАПах усилителях хайд-уровня. Кроме того, если я не ошибаюсь, PCM5452, я напишу вот здесь вот где-то в описании, если неправильно сказал вам. Это Бюрбраун, аналог АК4490, ЦАПчик теперь у нас, который обеспечивает вот именно эта самая цифроаналоговое преобразование прямо внутри колонки. Это ЦАП достаточно высокого уровня, который ставится в плеерах начального и среднего сегмента того же самого ФИО и еще куча разных производителей. То есть мы имеем на борту уже достаточно серьезную схему и усиление, и цифроаналогового преобразования. То есть топовый XMOS на USB, который передает все это дело на вот этот вот самый PCM. И, соответственно, вся эта тема от Texas Instruments, это американский производитель вот этих всех железок. И что интересно, так же, как и в прошлой версии, кстати, прошлый обзор тоже можете посмотреть. Я там чуть поменьше болта и побольше тестирую. Там используются так же и провода Transparent. И Transparent это довольно известный крутой производитель вот именно проводов для аудиофилов и так далее. Так вот, здесь используется более мощная и более правильная, более современная схема, которая так же в себе использует самый топовый чип от Qualcomm для APTX HD. То есть эти колонки могут играть APTX HD. Я помните в прошлом обзоре в качестве минусов колонок А300 не Pro говорил о том, что ну такие крутые колонки APTX HD не умеет, только обычный APTX. Вот и справились за в два раза большую стоимость колонок. Добавили в том числе и наконец-то теперь и APTX HD. Ладно, это все было такое очень долгое вступление. Как видите, я это пишу без всяких бумажек, без всяких сценариев. Это полная импровизация, потому что мне действительно есть, что вам сказать. Теперь давайте послушаем, как звучат эти колонки. И еще раз вам напоминаю, в каждом ролике не забываю вам об этом сказать. Это перезапись. Она в том числе включает неидеальность моего помещения. Хотя, как видите, я тут довольно сильно и перестановку мебели сделал, и поглощающие экраны повесил. Короче, с акустика помещения стало получше. И на разборе ЧХ вы это увидите. Но самое главное, вы должны понимать, что все-таки это перезапись на микрофоне. Источник всегда будет играть лучше. Ну, а эти колонки отыграли настолько, возможно, хорошо, как это в принципе, наверное, можно отыграть. Повторюсь, подобные тесты сравнения у нас на канале уже были и со студийными, адами, фокалами, там, более известными брендами. Короче, слушайте, но имейте в виду, что это сравнение с идеальным сигналом против перезаписи. Перезапись всегда будет хуже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а теперь давайте перейдем к анализу амплитудно-частотных характеристики. Белая линия начихает идеальный сигнал от 20 Гц до 20 кГц. Зеленая линия это А300 и синяя А300 Pro. А фиолетовая линия это А300 до перестановки мебели. Сразу смотрим на отличия на низких частотах. Видим, что фиолетовая линия выше, значит басов в ней больше. Однако здесь все просто. После перестановки мебели и лучшей подготовки помещения, приблизительно на 6-7 дБ уменьшился гул. На самом деле и А300, и А300 Pro по паспорту имеют диапазон от 40 Гц, то есть вот отсюда, до 40 кГц. Оно немножко выходит за рамки этого экрана. Так что после перестановки мебели мы просто избавились от гула. Но если мы взглянем на синюю и зеленую линию, будем очень внимательны и поймем, что здесь имеются в том числе небольшие погрешности измерений, мы увидим, что эти АЧХ, можно сказать, идентичные. То есть по амплитудно-частотной характеристике и А300, и А300 Pro абсолютно одинаковые. Кстати, после подготовки помещения мы избавились от этого пика. Да и вот на этих частотах у нас стало поровнее. Ну да ладно, мы же все-таки не обзор моей комнаты делаем, а обзор колонок. По итогу АЧХ одинаково. Так в чем же разница? А вот о разнице мы с вами поговорим чуточку попозже. Все, что нужно знать сейчас, это то, что данная АЧХ, можно сказать, эталонная. Если не обращать внимания на небольшие всплески, она абсолютно ровная. Ну а вот эти вот небольшие возмущения, это все-таки не идеальное помещение, хоть оно стало и лучше. Ну и чтобы не быть голословным, привожу вам графики сравнения А300 Pro против студийных мониторов от Адам и Фокал. Не вдаваясь в подробности, вы сами видите, что эти графики очень похожи. И даже для студийных мониторов небольшие колебания в АЧХ это норма. Ну а если все-таки обратить внимание на некоторые особенности, я их сейчас показываю, мы видим, что АЧХ А300 даже ровнее. Как видите, колонки по АЧХ абсолютно равны своим предыдущим братьям, не знаю, родителям. То есть Airbus A300 без приставки Pro. И в чем же заключилась вот эта разница? За что Edifier хочет вот эти самые плюс 70 тысяч рублей, по сути, по сравнению с обычными А300? Ну, как вы поняли, я вам достаточно долго рассказывал про начинку этих колонок. То есть теперь у нас вместо, грубо говоря, одной начинки, две более топовых внутри. Соответственно, и мощность выше. Но самое главное, вы не представляете, насколько возросла детализация и насколько улучшилась сцена. Вот сейчас я вам дам послушать, что ребята говорили про эти колонки, которые у меня были на прослушивании. Мы сначала послушали одни, потом вторые. И я дал возможность ребятам высказаться. Но, пожалуйста, сразу говорю, имейте в виду, что здесь был, как косяк, очень серьезный с моей стороны. Когда мы подключали эти колонки, то есть новые, мы не обновили драйвер и слушали эти колонки, то есть A300 Pro. Не на фирменном XMOS драйвере, который позволяет вот этот весь Hi-Res передать в первозданном виде. А на обычном Direct Sound, то есть с помощью микшера винды. И поэтому ребята могли оценить более-менее только вот характер звучания. Но детализацию они вообще никак не прочувствовали, потому что она отсутствовала в том виде, в котором она есть, когда вы слушаете это дело через правильные драйверы. А что ты сейчас делал, Андрей? Ну, когда я слушаю центральный канал, вот эта вот точка, откуда голос, она обычно где-то повыше немножко у нас находится. Вот я вот хотел понять, на каком уровне она. А, ну то есть ты трехмерность, условно говоря. Да. И что ты услышал? Ну, вот сейчас пока что все правильно, она немножко выше нас. Окей, вот, хочу послушать в новых колонках. Ну да, ну тут, видимо, они как-то и схемотехнику исправили как-то все поинтереснее. То есть ты разницу слышишь? Не могу ее описать прямо, там, как-то технически, но, верно, она есть в лучшую сторону. Ладно, давай сделаем так. Вот по десятибальной шкале оценка предыдущим колонкам и этим. Предыдущим 9, этим 10. Ну, здесь, как мне показалось, массивней бас, во-первых. Он именно массивней. На серединке, мне показалось, они как будто поскоростнее несколько. Вот просто отыгрывают одно и то же, более быстро, что ли. Ну, реагируют, скажем, на изменения быстрее. А на высоких, как будто бы, вот, ну, правда, на уровне плацебо, по детализации выше. Но мне кажется, это вот прям на уровне плацебо. Высокий плюс-минус одно и то же. Ну, вот по скорости это проблема, которую пытаются всегда решать. Почему? Потому что, ну, какой-нибудь геймразраб по звуку, да, там, дизайнер звуковой, им очень важна скорость. Когда они позвучивают игры, там прям очень важна скорость, больше всего. Честно? Да, как есть. Это же Defire, им можно чего бы наговорить. Кроме более глубокого и более плотного, ну, порой, достаточно глубокого баса, в сравнении с предыдущими колонками. Потому что, вот, например, на первой этой хип-хоп-композиции, если так можно назвать, мне первые колонки понравились больше, как звучали. Здесь глубкости побольше добавилось. Несмотря на то, что бас стал более глубокий и более плотный. В некоторых композициях он стал более глубокий. Это всё, что я услышал. Никакой нахрен середины разницы в высоких я вот не услышал по факту. Только в низах. Не более того. И то мне предыдущие понравились больше. И считаю, блядь, переплату 80-70 тысяч рублей за более гулкий бас, когда предыдущие колонки нравятся больше, неадекватные переплаты. Ну, кстати, я позволю себе вставить своё небольшое слово и даже показать, в чём разница. На самом деле колонки установлены не совсем правильно. У нас левая колонка, она фактически направлена фазоинвертором в угол. И там даже никакая басовая ловушка правильно установленная, она не поможет при такой установке. Сзади должно быть пространство, наверное, сантиметров 60, чтобы фазоинвертор не возвращал от стены то, что он сейчас возвращает. А из этого угла как раз вот эта гулкость, которую ты услышал, как раз и исходит. Ну, это моё мнение, Андрюх. Корпус другой. Тут корпус, он больше, чем у предыдущих колонок. Соответственно, другой расчёт, другая физика по низким частотам. То есть мой корпус слышим другой уже абсолютно. Поэтому это ощущается. Я всё сказал, спасибо. В принципе, я всё сказал. А можешь повторить? Нет, недостаточно. Но повтори, чтобы ты тоже в кадре был, давай. Я бы заплатил за эти колонки, но, конечно, не разницу в два раза. Но при этом нужно, наверное, отдавать себе отчёт в том, что я, наверное, всё-таки не совсем шизанутый аудиофил. И при том, что по сравнению с шизанутыми аудиофилами я бомж. Для меня это большие деньги. А для человека, который ходит в роликсах и покупает провода по штуке баксов метр, ну, это копейки. Хотя такой человек, наверное, он колонки за 140 тысяч рублей, он их использует как Bluetooth-колонки просто. Он купит за миллион. Он купит, да, что-нибудь за миллион. Ну, короче, смысл в том, что, да, обычному человеку такая переплата, она абсолютно бессмысленна. А человеку аудиофилу, прям конкретному с деньгами, наверное, это будут слишком простые колонки. А так, короче, всё, смотрите, если вам по деньгам это, то да, стоит. Если не по деньгам, нет, не стоит. Всё очень просто. А ещё лучше послушайте. Да, приходите, у Edifier есть в Москве, если я не ошибаюсь, на Савёле, да, есть комната прослушивания. И, наверное, там это всё можно своими ушами оценить. Эти колонки не сертифицированы для MQA. Эти колонки нигде на коробке или в документации не пишут, что они поддерживают. Причём на железном уровне MQA, потому что эта самая поддержка, она облагается всевозможными пошлинами со стороны владельцев этого торгового знака. И за это нужно отдельно платить. Но по факту вот этот вот новый XMAS 200+, вот этот самый PCM5442, или как он там. Короче, я опять напишу здесь. Вместе они дают поддержку вот этого самого MQA. Вы не поверите, у меня батарейка села в камере. И сейчас ставил ещё одну, а у меня там всего 18% заряда. Так что я ускоряюсь. МКУА. МКУА в этих колонках, вы уже поняли, он не сертифицирован, потому что за это надо платить. Здесь есть чипы, которые могут это делать. И это на самом деле происходит. Потому что если вы включаете тот же самый Tidal, у вас есть возможность зайти в дополнительные настройки источника звука. И там, при условии того, что ваш источник звука всё это поддерживает, у вас есть три переключателя. Один из которых включает MQA. Прямое управление громкостью с помощью вот именно железного доступа. И ещё что-то там, что относится именно к железной поддержке вот этих вот прямых форматов с прямым доступом. И здесь всё это прекрасно работает. Как, кстати говоря, и на AirPulse A300. Если включить, соответственно, тоже этот официальный драйвер. Но при этом качество звука у A300 хуже, чем у A300 Pro. И здесь разница не только в басах, которые стали мощнее, благодаря более мощному усилителю. Не громче, мощнее. Здесь разница прежде всего в детализации и сцене. У A300 и без того вот эта вот самая гармошечка на твиттере, которая прекрасно и очень натурально передаёт высокие частоты. У A300 Pro точно такая же, но при этом одна и та же гармошечка, будучи подключённая к разным по классу ЦАПам и усилителям, у A300 Pro он лучше, играет по-разному. Как если бы вы какие-то хорошие наушники слушали просто с телефона или же потом подключили к какому-то неплохому источнику звука. A300 сами по себе играют замечательно, то есть нельзя сказать, что при наличии A300 Pro A300 стали какой-то тыквой и перестали играть. Это не так, они прекрасно играют. Но при этом A300 Pro с лучшим железом на цифровке играет ещё лучше. И эта разница просто потрясающая, особенно если слушать Tidal Hi-Fi, те же самые MQA записи, хорошие записи. И здесь эта разница становится настолько очевидной, что вот ребята, не послушав вот эту разницу, не могли бы оценить это самое звучание. Вы вполне резонно можете сказать мне, Миша, то я включи, мы сами оценили. И вот тут на секундочку подумайте, что вот эта самая разница, которую слышно не по АЧХ, а в основном в детализации и в сцене, потому что она, сейчас мы про сцену поговорим, она отличается на таких, как сказать, в таких величинах, что их невозможно передать с помощью YouTube. Вы же будете слушать, мало того, это на своей акустике, которая, скорее всего, хуже, чем A300 и A300 Pro. Вы будете это слушать благодаря сжатии YouTube и, естественно, через браузер, а браузер не поддерживает этого прямого доступа. И, соответственно, дать вам послушать разницу между одним и вторым абсолютно бессмысленно. Субтитры делал DimaTorzok И все-таки я заморочусь. Несмотря на то, что ролик уже смонтирован, я знаю, что он больше 40 минут. Я хочу попробовать, по крайней мере, дать вам услышать разницу между директ-саундом виндусовским и Xmas, родным драйвером от колонок Airpulse A300 Pro. Я сейчас возьму, подключу свои микрофоны к звуковой карте Moto M4, не к диктофону, хоть и топовому Zoom A6, а к карточке, которая имеет лучшее АЦП, чем там. А самое главное, я запишу коротенькие фрагменты, порядка 5 секунд, для того, чтобы избежать всяких проблем с правообладателями. Так вот, я вам выложу исходники, и вы сможете, как здесь записи, попробовать, что я, честно говоря, сомневаюсь, что разница будет. Но в исходниках, может быть, кто-то на хорошем оборудовании сможет услышать разницу между этими двумя драйверами. То есть, все остальные записи, которые сделаны в этом ролике, они сделаны в обычном директ-саунде. Ребята слушали в директ-саунде. Но для вас специально я сейчас попробую заморочиться и сделать так, чтобы, может быть, кто-то смог услышать эту разницу. Не знаю, получилось у вас сейчас что-то услышать или нет, но на слух это разница. Очень очевидно. И, конечно же, микрофоны, несмотря на то, что я использую хорошие, это не передают особенно сцену. Но, может быть, хотя бы разницу в детализации вы услышали на исходниках. На ютубе даже не претендую на то, что разницу будет слышно. Хотя бы потому, что вы слушаете это через браузер, а браузер даже при хорошем оборудовании не поддерживает фирменные драйверы, а поддерживает только убогие Windows Direct Sound. И да, кстати, забыл сказать. Сегодня вечером листаю ленту и вижу, что у Edifier до 28-го числа скидки на всю их продукцию, включая старые обычные А300 и кучу других колонок. Если вам надо промокод на 12%, он написан на экране. И для тех, кто вдруг решит купить А300 Pro, моя персональная скидка для вас также на экране. Я был бы рад это сделать, чтобы еще раз доказать, что все, что я вам сейчас рассказываю, это не просто болтовня, а действительно разница есть, она грандиозная. Не просто большая, а грандиозная. Так вот, по поводу вот этой самой сцены. Сцена становится еще более разборчивая. Когда я первый раз слушал А300 Pro на хорошей записи, вот в этих самых Tidal Hi-Fi Master, то есть MQA, я просто охренел от того, насколько четко инструменты располагаются вот в этом объемном пространстве, которое располагается теперь передо мной. И у обычных А300 было все прекрасно со сценой. И это подтверждал тот же самый Андрей, который звукорежиссер, который в этом понимает гораздо больше, чем я. И сам я слышал очень хорошо всех этих музыкантов, какой где сидит, на каком уровне, там чуть ли не даже на высоте. И как там кто поскреб в зале об обивку кресла. Короче, я не буду вдаваться в эту всякую дикую адиофилию, вешать вам всякую лапшу на уши. Но поверьте мне, это даже на обычных А300 очень хорошо все ощущается. На А300 Pro это просто насколько пропасть большая между ними. Это не просто ощущается. Ты уже конкретно видишь этих музыкантов. Не слышишь, не чувствуешь, а блин видишь. И это не галлюцинации. Я вам абсолютно серьезно говорю. У А300 Pro, благодаря более лучшей железной начинке, вот эти самые одни и те же драйверы, которые используются, заиграли совсем по-другому. И вот эта самая сцена, которая построилась, она просто потрясающая. Как в глубину, так и в высоту, так и в ширину. Она стала вот по-настоящему объемной. Басы. Басы стали мощнее, но не за счет громкости, а за счет скорости. То есть усилители более мощные, которые стоят в А300 Pro, они отрабатывают не в громкость, а в скорость. Вот этот поток воздуха, который толкает поршень, по сути, динамик, он стал отрабатываться быстрее. В тех случаях, где это нужно, эту скорость развить, он стал более панчевым. Он стал более четко выраженным. И инструменты, которые играют на вот этой самой низкой частоте, они стали более разделены. При этом слитность подачи, музыкальность, она не пострадала. Она стала просто более читаемой. На серединке, честно вам скажу, я не заметил какой-то отчетливой разницы, кроме построения сцены. А на высоких частотах она на самом деле даже больше видна, чем на низких частотах. За счет того, что если в басах вот эту разницу между скоростью баса можно уловить только в некоторых композициях, то высокие частоты, они улавливаются практически везде, где они есть. Опять же, приведу пример моей любимой композиции, на которой я постоянно тестирую вот эти самые высокие частоты и их скорость, и разборчивость. Это Manhattan Joe Cocker. Пятая секунда, вы можете послушать этот момент на своей акустике или наушниках. Там должно быть вот этот вот удар по тарелочкам, он должен обладать множеством всевозможных послезвучий, и затухания сигнала должны идти достаточно длинно. То есть, это не просто будет набор дзиньк или набор дзинь-дзинь-дзиньк. Это должно быть вот такое растянутое во времени, но вместе с тем очень отчетливо по слоям разделенная дзиньк. Как будто ты понимаешь, что ударили не по одной тарелочке, а сразу по нескольким, и каждый из них имеет свой отдельный распространенный в пространстве слой вот этого самого нарастания сигнала, звучания его и после затухания, и после звуча, включая, блин, отражение в помещении, в котором произошел этот удар. Я понимаю, что это очень сложно передать на словах, но если бы вы это услышали своими ушами, здесь у меня или в шоуруме Edifier, который есть в Москве, кстати говоря, вы бы меня прекрасно поняли. И вот здесь разница между A300 и A300 Pro на самом деле еще более колоссальная, чем в басах. Она примерно такого же плана по воздействию, как вот это самое построение сцены, которая очень сильно улучшилась. И вот высокие частоты, они обрели по-настоящему... Я в прошлом обзоре называл высокие частоты A300 бриллиантом. Это на самом деле так и есть, в том числе на фоне именитых соперников типа Адама с таким же типом излучателя. Но здесь это просто какая-то вышка. Я вам честно скажу, мне Edifier сами сказали в нашей переписке, Миша, ты не надо хвалить эти колонки слишком сильно и все равно... Это не массовые продукты, их покупают не такое массовое количество людей, чтобы на этом сделать какие-то большие деньги. Это скорее вот такое бряцанье, игра мускулами, то, что Airpulse и Edifier могут выдать такого качества звук, который по-настоящему потрясает даже людей, которые много чего переслушали, включая меня, на разных выставках и как человека, который до этого обладал A300. То есть мне не ставили задачу сказать, что всем тем, у кого уже есть A300 или кто планировал купить A300, нужно срочно откладывать деньги на A300 Pro. Не было такой задачи. Я вам просто руку на отсечение даю. Честью своей клянусь, мне сказали. Не надо сильно расхваливать. И то, что я вам сейчас говорю, вот так вот, без, как видите, сценария какого-то на едином духу, можно сказать. Это все личные эмоции, которые вызваны не просто вот так вот, типа бах, и они появились. А я два года слушал A300, и сейчас, слушая A300 Pro, я понимаю, что разница в два раза в цене, несмотря на немаленькую стоимость и обычных A300, она настолько потрясающая, что она того стоит. Разумеется, и одни колонки, и вторые просто дичайшие, дорогие, и не нужно убиваться, откладывая на них денег, продавая почку, беря в кредит или еще что-нибудь. У Defire, да и у других производителей есть куча акустики, которая вполне хорошая, реально хорошая, за меньшие деньги. Но в данном случае, если вы богатенький, буратино, и можете себе это позволить, ответить на вопрос, стоит ли переходить с A300 на A300 Pro, да, я именно так и сделал. Мои A300, вот буквально завтра уезжают, они уже проданы на Авито, нужно тележку дождаться, на которой в пункт выдачи ее отвезти. Вот и все. Уже вот они, вот я сейчас смотрю на эту коробку, она стоит здесь запакованная с моими A300. Я их поменял. Да, разумеется, мне сделали скидку, как обзорщику и так далее, но сейчас я уже понимаю, что даже без скидки, без этой, если бы у меня такая возможность была, хотя бы теоретически, я бы однозначно взял A300 Pro. Но при этом, я повторюсь, это не то, ради чего нужно подавать почку. Обычный A300 или S3000 Pro, того же самого Edifier, это замечательные колонки, как и Адам, как и Фокал, как и куча других производителей, которые по-настоящему вкладываются в звук. Это потрясающие колонки, которые дадут вам массу удовольствия. Но вот на вопрос, что конкретно себе взять, я уже себе ответил. У меня была возможность послушать S-ки Адамовские, которые стоят 4 тысячи долларов с половиной, там, что-то не за каждую колонку. И Airpulse A300 Pro. И вы знаете, я лично для себя сделал выбор в пользу Airpulse A300 Pro, и даже не по цене, а потому что мне больше понравилось звучание. Адамы, они прекрасные студийные мониторы, но довольно суховатые. Airpulse, они потрясающе эмоциональные, вместе с тем натуральные, детальные, и также могут использоваться как профессиональные мониторы, потому что они это могут, черт возьми. В общем, мое мнение, которое вы слышали в этом обзоре, это абсолютно честное мнение, которое мне абсолютно спокойно можно с вами поделиться, потому что, во-первых, я знаю, что очень мало кто из вас купит эти колонки, и поэтому можно просто не переживать о том, что я тут сейчас кучу людей развожу на какие-то большие бабки. Эти колонки купят те, кому это по-настоящему надо, и те, у кого такая возможность просто есть. И вот их я могу заранее поздравить с отличной покупкой, потому что вот теперь я не представляю, что может быть, в принципе, лучше для дома, чем A300 Pro. Может быть, когда-нибудь Edifier пришлет мне на обзор A800, я, правда, даже не представляю, куда я здесь их поставлю, потому что это два гроба размером. Не знаю, в четыре раза больше этих колонок. Но вот как домашние полочники, это настоящий шедевр, при том, что он не требует дополнительных каких-то усилителей, ЦАПов и так далее. Здесь все встроенное. Но при этом, конечно же, мы не вместимся в этом ролике вообще абсолютно во все. Я вам обещаю сделать еще отдельный ролик, где поделюсь с вами своими впечатлениями от подключения A300 Pro к своему ЦАПу-усилителю SMSL SU-9 на 9038 Pro ЦАПчики. То есть это еще более совершенный именно ЦАП. А так как в новой версии, именно в прошке, появилась возможность балансного подключения вот такого вот раздельного именно отдельных ЦАПов без всякого внутреннего преобразования. Это будет интересная тема для ролика, то есть которая ответит на вопрос, стоит ли к этим колонкам покупать еще отдельные ЦАП. Но я не знаю сейчас, я не тестировал еще, нечего мне вам по этому поводу сказать. Но даже тот уровень звука, который сейчас дает вот этот самый Burr Brown, встроенный в A300 Pro, это потрясающая совершенно вещь, которую обязательно, повторюсь, надо услышать. Я в ролике очень много болтал, очень много было всяких там каких-то вставочек, еще что-то. Я сначала хотел сделать этот ролик таким компактным, коротким, где вот все там детали, функции расскажу и так далее. А получился у меня ролик, где я очень много с вами делился именно своими собственными впечатлениями. Не потому, что мне очень хотелось очень долго болтать, у меня, блин, батарейка даже села. А потому, что мне захотелось именно... Оно само так пошло. Это первый дубль, я не перезаписываю это там по бумажке с 10 дублей. Вот как получилось, так получилось. У меня действительно эти колонки вызвали эмоции. И я в этом абсолютно уверен, что если вы их послушаете, у вас этих эмоций будет даже больше, чем у меня сейчас. Потому, что повторюсь, я два года слушал замечательные А300, а вот А300 проб даже после них дали мне потрясающие эмоции. Так что я, наверное, с вами буду прощаться. Я очень надеюсь, что этот обзор вам понравился. И даже, наверное, не чисто обзор, а такое вот мнение, такой вот поток мыслей. И я надеюсь, что вам было просто хотя бы интересно меня послушать, потому, что если из моих зрителей хотя бы 1% смогут себе купить эти колонки, это будет, наверное, очень круто. Это колонки не для всех, но это потрясающие колонки, которые стоят даже своих, блин, 140 тысяч рублей. Спасибо вам большое за ваши оценки, за ваши замечательные комментарии, за то, что подписываетесь на мой канал. Ребят, порядка 70% меня смотрит без подписки. Я, конечно, прекрасно понимаю, что контент не развлекательный, контент человек в поиске набрал название, после чего посмотрел обзор, сказал окей, как бы написал, может быть, комментарий, лайк поставил, если повезло, и не подписался, потому что вряд ли ему вот в ближайшее время что-то еще понадобится. Но я очень надеюсь, что помимо какой-то технической информации я с вами делюсь вот своими настоящими эмоциями, и ради этого вы, конечно же, тоже подпишитесь и выйти комментировать, пойти смотреть мои ролики и всячески поддерживать. Для меня это по-настоящему важно, потому что я искренне работаю именно для вас. Это не продажный обзор, у меня совершенно другой бизнес, и Defire в этом плане просто молодцы, они ждали 4 месяца, фактически, выхода этого обзора, а я вот только сейчас собрался и его сделал. Короче, ладно, уже слишком и так много. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за ваши оценочки и подписки. С вами был Миша, всем пока, и слушайте хорошую музыку. Если у вас нет денег на такие большие крутые колонки, ничего в этом страшного на самом деле нет. Есть куча моделей, которые тоже обладают хорошим звуком, и самое главное, если вы любите музыку, продолжайте ее любить, и может быть когда-то у вас появятся деньги, в том числе и на Airpulse A300 Pro. Блин, красиво завершил, мне самому аж понравилось. Пока. Ох, хорошо потестировали колоночки. Даже рокеров так не хватает. Ребята, ставьте лайки. Ну, у него татуировки соответствующие все. Да, но все-таки херня, он даже не понимает, никак что не значит. Ну, люди, которые любят пропагандировать это все, они платят за это. Смотри, у него есть розочки. Ой, ёпка рыбовая, ладно. Привет. Спасибо.